Банальное «я» бывают разные. Ну да, да, да. Ну, на самом деле, опять же, в ведической концепции существуют первые элементы, дальше существует ложное, то, что называется эго. Почему оно ложное? Потому что мы считаем оно правильно, на самом деле, с точки зрения духовного начала, оно ложное, потому что наличие эго подразумевает то, что человек находится просто в материальной форме. Если бы у него не было материальной формы, то и эго бы не было, потому что как бы высшая форма – это соединение с… ну, через высшее соединение со Всевышним, где просто есть, скажем, чистая духовность, то есть просто есть любовь. Именно в этом смысл. Вот мне интересно, Сергей, как бы вы это ищете или нет? Я бы сказал, что это и есть моя основная цель, вот достижение контакта с Высшим Я, который есть источник всех чистейших, можно сказать, качеств. Это чистая любовь, чистая там воля или вера, чистое сознание, то есть некое знание, не замутненное какими-то личными предпочтениями, потому что человек, он, в общем-то, не видит, как сказать, он видит искаженную реальность в соответствии со своими предпочтениями, по большей части бессознательными. Соответственно, освобождение от них, оно дает некое более чистое знание и видение. Так что в этом плане это и есть основная цель практики медитации – очищение. Когда мы убираем все ненужное, тогда все нужное автоматически светит без помех, само собой, поскольку наша естественная природа, она не нуждается в усилиях для своего поддержания, но искусственные какие-то вещи, а личность, можно назвать скорее искусственным образованием, которое нужно постоянно поддерживать. Стоит нам перестать это делать, то личность начинает, грубо говоря, распадаться. Если мы, например, молчим и не действуем хотя бы месяцок, то уже что-то с нами не то происходит. А для духа это как бы просто, важно просто очистить от ненужного. И мы им являемся при любом раскладе, даже после смерти. Вопрос лишь в осознанности. То есть мы можем это осознавать, можем не осознавать, но это некая реальность, как я понимаю. Сергей, вопрос сразу, достаточно жесткий вопрос. Скажите, вот такая вот практика не уводит ли человека от так называемых любовей земных? Любви к женщине, любви к ребенку, любви, не знаю, к ближнему, любви к слабому, если его надо защищать? Вопрос не праздный, потому что действительно я наблюдал некоторых эзотериков, которые по мере практики, так сказать, все более презрительно и высокомерно относились ко всем этим вещам. Думаю я по этому поводу вот что. Есть любовь, а есть привязанность. Вот привязанность к удовольствиям земным – это основная проблема. Но само их наличие, этих удовольствий и ощущений, оно совершенно не запрещается во время практики. То есть практика, она должна, по идее, приводить к более осознанному присутствию здесь и сейчас. То есть здесь и сейчас ты начинаешь присутствовать не как эго со своими предпочтениями и представлениями, в том числе о любви к женщине и прочему, а некая реальность, как душа, которая знает это гораздо лучше и гораздо чище. То есть по идее все эти отношения должны становиться более чистыми. Вот. Не исчезать, но трансформироваться. Потому что все, что имеет основу в нашей самости конечной, оно точно так же конечное. Любовь переходит в страдания и так далее. Но то, что коренится в духе, обладает иной природой. И оно, так сказать, ну там другие временные рамки в том числе. И другая глубина взаимодействия. То есть взаимодействие душ, скажем, с той же женщиной или с ребенком – это совершенно другого порядка взаимодействия. Нет, я скажу другое. Насчет перехода в страдания – это совершенно не обязательно, потому что у меня было несколько жизненных абсолютно историй, о которых я совершенно не жалею. Хотя они не закончились практически ничем. То есть я не считаю, что они принесли мне страдания в итоге. Хотя практического результата из этого не было. Я понял. Но тем не менее я доволен, что я испытывал вот эти вот эмоции и эти чувства. Это говорит о том, что у вас не было привязанности. То есть если бы у вас была привязанность, то было бы страдание. То есть здесь вопрос именно не о самих ощущениях, а о привязанности к ним. А вот, Сергей, у меня в связи с этим вопрос. Существует как бы такая, ну что ли, идея о том, чтобы к чему-то продвинуться и до чего-то дойти, надо совершать, как говорится, аскезы. Ну мы знаем о том, что в свое время, и, скажем, Шива совершал там 3000 лет, он находился в медитации в Гималаях, а потом пришел домой и выяснил, что там что-то с Ганеши там произошло. Ну вот это как бы одно из гипотез. Так вот, он занимался аскезами, за что, в общем-то, и получил какие-то свои преимущества. Там и Парва не вошла в аскезу, чтобы добиться его расположения, насколько я понимаю. Парвати, господи. Так, я вот и хотел задать вам такой вопрос. А надо ли проходить через аскезу, поскольку аскеза – это уже как бы самовольная, а аскеза – это как бы просто человек в ходе такое состояние, когда он поставил перед собой цель, и вот только через эту цель он должен добиться. Не является ли это преградой на пути своего познания? Зачем надо совершать аскезу? Зачем надо ставить цель? Только через аскезу это сделать? Или надо все-таки? Вопрос очень интересный. Я, извините, Сергей, на секунду перебью. Мой один джин-тоник в день всегда будет моим одним джином-тоником в день. Аскеза, не аскеза. Я понял. Значит, вот если брать принципы ямы и не ямы, что должен йог делать, что не должен. То есть там есть один из первых, который мы, кстати, обсудили, это ахимсы, ненасилие. Соответственно, не нужно себя насиловать. С другой стороны, есть другой принцип – тапос, или самодисциплина, или он же жар. То есть должна быть некая самодисциплина и неустанная практика. И есть вот некая хрупкая равновесие между этими предписаниями, грубо говоря, что с одной стороны ты не должен себя заставлять. С другой стороны, нужно совершать некое усилие, то есть необходимость совершения усилия. Дальше все очень зависит от индивидуальных особенностей человека и этапа пути. Сам я бывал во всяких аскезах, включая там 40 дней в черной комнате. То есть когда ты 40 дней сидишь в комнате, в которой абсолютно нет света и никуда не выходишь. Ну и это как бы как техника очищения восприятия и в том числе очищения сознания от каких-то ненужных вещей по обретению опоры на внутренний источник. Но если это самое... То есть грубо говоря, если ты движешься, то усилия неизбежны. Разница лишь в их объеме. Потому что на разных путях есть разные условия. И на разных этапах одного и того же пути опять же разные условия. И иногда, чтобы осознать нечто большее, чем те или иные влияния сознательные или подсознательные, нужно войти в какое-то достаточно жесткое самоограничение. Но истинная аскеза, она приносит радость. Да, очень важный момент, что сначала тебе плохо, но потом ты кайфуешь. Если нет вот этого кайфа и внутренней радости, тогда что-то не то. Поскольку вот люди, которые смотрят на аскетов, они видят, чего они лишаются. Но они не видят, что они приобретают. Потому что возникает очень кайфовое состояние. Когда вот есть такое высказывание, вот не ручаясь за точность цитаты, но смысл примерно такой, что истинная радость вначале подобна яду, но затем обращается в нектар. А значит, она идет от высшего я. Ложная радость вначале подобна нектару, но затем обращается в яд. То есть некие удовольствия этого мира порождают в том числе и вполне физические яды в теле. Но аскеза, внешне выглядящая, как я-то, порождает амриту, которая доставляет некое совершенно иное удовольствие и иной кайф. Вот этот самый кайф должен быть обязательным атрибутом. А он бывает только если мы идем вместе с духом, а не в соответствии со своими какими-то глюками. Тут опасность саморазрушения есть. А иногда, я вам уже скажу, как специалист в области психологии, этот кайф бывает элементарным эгоизмом. У меня просто приведу самый простейший пример. У меня в Фейсбуке есть знакомая девушка, которая каждое утро в 5 утра встает. И к 6 утра она уже качается на всех тренажерах, заставляя себя там неимоверно потеть, неимоверно перенапрягаться. Что ей, конечно, идет на здоровье. Но это делается исключительно для того, чтобы утром рассказать всему Фейсбуку, всей социальной сети о том, как я сегодня. Вот смотрите, как я сегодня. А как я еще раз сегодня. А как я себя заставляю. А вот какая я умница. А вот какой я волевой человек. Это, в принципе, положительная энергетика или энергетика просто банального эгоизма и такой странной популярности, скажем так. Девушка совершает опасию. Ну, я бы сказал так, что на определенном этапе, опять же, зависит от того, на каком этапе пути она находится. На определенном этапе это самое эго, оно, как ни странно, прогрессивно. Да, то есть можно и не избавляясь от него двигаться. То есть это некий... Эго тоже не просто так возникло, да. Когда я говорю об избавлении от эго, это тоже определенный этап, на котором я ощущаю, что я нахожусь. На моем этапе на эго уже не проедешься. Ну, понятно, да. Я к тому говорю, что она могла бы это делать тихо, без любых социальных сетей. Просто именно на другой стадии делать это для себя, погружаясь в себя, меняя форму, меняя сущность содержания себя, одновременно находясь на тренажерах. Но это все делается только ради того и заставляет себя человек каждое утро вставать для того, чтобы каждое утро показать, а вот я вот такая вот, вот посмотрите на меня. Ну, в принципе, я бы не сказал, что я прям осуждаю такой подход. Если он на здоровье, то и ради Бога. Тем не менее, он на здоровье, естественно. Вот, то есть я совершенно не против. Что касается некой духовной стороны вопроса, то это уже некое другое дело. То есть заработает ли человек какие-то духовные заслуги. А что значит духовная заслуга? Духовная заслуга – это то, что остается в духе даже после смерти. Вот, допустим, если ты при жизни занимаешься какими-то там практиками, которые раскачивают ту или иную твою оболочку. От физической до ментальной, не так важно. То есть либо ты раскачиваешь силу сознания или силу тела, но при этом делаешь это, опираясь на свое смертное я, то есть на эго. Как только наступает смерть, все. Как бы ты с этим расстаешься. Но духовные заслуги или сокровища на небесах, как называют, по-моему, в христианстве, они остаются с тобой после смерти. И, соответственно, если ты качаешься в тренажерном зале не во имя того, чтобы всем все показать, а во имя Бога, что тебе дано тело, и ты должен содержать его в каком-то уровне. И это некая духовная практика. Такой вариант тоже важный. Это мотивация другая. То тогда через те же самые действия ты получаешь не только здоровье и известность, но здоровье и некий плюс в духе где-то там что-то растет. Это совершенно другая мотивация. Я понял. Да. И одно и то же действие, совершенное с разной мотивацией, порождает разные следствия. Так же, как и медитация с эгоистической мотивацией. Она не даст освобождение. Вот, Миша, теперь запишите куда-нибудь в аналы. Одно и то же действие, произведенное с разной мотивацией, дает разные результаты, да? Да, да, именно так. Ну, это же как бы известное, в общем-то. Это значит, я для себя открываю. Вы все-таки специалисты в своей области, а я журналист. Поэтому для меня сколько нам открытий чудных, да, готовят просвещение духа. Ну, вот я как раз вот так, как бы сегодня тут люди отвечают, отвечают, что я там вот как раз таки про это дао. Я как раз таки об этом пишу. Смотря у кого какая мотивация. Ведь, во-первых, у нас как бы свободная страна, свободный мир. И мы можем заниматься то, чем мы хотим. Мы делаем то, что нам нравится. Вопрос только, я всегда, я лично всегда, как бы задаю такой вопрос. А для чего мы все это делаем? Если мы это делаем для того, чтобы потешить свое эго, то, ну, ради бога, это наша мотивация. И мы этим занимаемся. И мы идем к этому. И мы занимаемся магическими какими-то практиками и так далее. То есть, нет никаких проблем. И кто-то там, мы же помним, мы еще до этого, Ярослав, не дошли. Я имею в виду путешествие в Шамбалу. Может, нас там Сергей, конечно, просветит. А я имею в виду те две великие страны, которые пытались туда попасть. Вопрос, для чего? И кто туда, вообще-то говоря, попадает? И что там находится? Или кто там находится? Если бы вы мне сказали, где находится Шамбал, то я бы, наверное, уже был там. Но она находится, видимо, не в этом мире реальном. Ну, я не знаю, как вы думаете, кстати, Сергей. Я думаю, что Шамбала, это скорее, да, объект тонкого мира. Соответственно, она находится там, где человек входит в правильное состояние. Вот если ты вошел в контакт с высшими силами, там тебе и возникнет Шамбала, где бы ты ни находился. Где-то в Сибири, где-то в Гималая, где-то в Монголии. Я слышал, которые там находятся в Шамбалу. И все говорят, что там вход в Шамбалу, на самом деле. Я бы сказал, что вход в Шамбалу, в нашем сознании, или, можно сказать, в нашем сердце. А где это сердце откроется? В Тибете там или где-то еще? Это уже вопрос номер два. То есть, возможно, скажем, просто в горах есть условия, когда ты входишь в некое состояние, не можешь войти в контакт с этим уровнем. Просто вот, Сергей, просто с языка снял у меня. Скорее всего, возможно, где-то там, именно в Тибете, есть более легкий переход в Шамбалу. Более легкий для человека. Искали же много. И нацисты искали, и Рерих искал в двух экспедициях. Ну, говорят, Рерих побывал, поскольку он же описывал очень много. И Блаватская, там, говорят, побывала. И, в общем-то, какие-то картины, которые навеяны не просто воображением, а которые, как бы, многие считают, что это реальные. Насчет Блаватской у меня есть определенные сомнения. Что касается Рериха, я не знаю. Тут же получается так, что Елена Рерих – это моя родственница, как бы. Вот, поэтому... Серьезно? Ну, да. Интересно. По одной ветве Беклемишевых мы выходим из... Она же внучарная племянница Кутузова. Вот, а мать Кутузова – Беклемишева, да. Поэтому, да, мы тут получаемся довольно-таки... Ну, не очень близкими, но родственниками, да. Из одной семейной ветки. Вот, поэтому я немножко интересовался путешествиями Рериха. И, ну, я не могу сказать, что я впечатлен теми поисками Шамбалы. То есть, он что-то достиг сам по себе духовно, как бы. Ну, может быть, Сергей прав, это и есть та Шамбала, в которую пришел Рерих, да. Но не за счет того, что он ее географически нашел. Да, уж, я думаю, что все-таки Шамбала – это не географическое место на Земле. Да, да, да. Так же, как, грубо говоря, вот взять, я не знаю, радиочастоту 109FM. Она не место на Земле, она по всей Земле. Но поймать ее можно там, где есть приемник, да. Вот где ты приемник свой настроишь, там и будет тебе 109FM. Так же и Шамбала – это вот некое такое присутствие другого порядка, на которое можно настроиться, в принципе. Я вам скажу более. 109 МГц при максимальном передатчике вы не пробьете больше 100 километров. Поэтому 109FM может в каждом городе быть свое. Ну, да, в общем. И, грубо говоря, то есть, это вот некое состояние, но в него, может быть, легче войти в каких-то точках пространства. Поэтому эти точки, они отождествляются, собственно, вот с Шамбалой, как истойка.